Здравствуйте! Это программа «Родной образ» и мы ее ведущие Светлана Азатова и отец Василий. Это первая наша программа в новом сезоне. Позади летние месяцы у нас для зрителей приготовлено много интересных встреч и рубрик. В наших новых выпусках нам хотелось бы больше говорить о современных темах, которые волнуют молодых православных людей. Хотелось бы, чтобы наша программа стала для вас не только информационной, но и полезной. Впрочем, и простая информация бывает полезной. Какие знаменательные дни выпадают на начало сентября, мы узнаем из рубрики «Календарь». Первое сентября – День знаний. Сегодня возрождается традиция служить в этот день молебен на начало учебного года, в котором есть слова о том, чтобы успешно познать преподаваемое полезное учение для славы Пресвятого имени. Из этих слов сразу становится понятным, для чего человеку вообще нужны знания. 5 сентября 20 лет назад ушла из жизни удивительная женщина Анастасия Цветаева, имя которой связано с Калужским краем и городом Тарусой. Человек глубоко верующий, долгие годы своей жизни она посвятила молитвам за свою старшую сестру Марину Цветаеву. Она оставила нам свои мемуарные книги «Старость и молодость», «Воспоминания» и другие. С именем святителя Петра, митрополита Московского, связаны значимые события нашей истории XIV века. Возвышение земли Московской, объединение русских земель, становление русской церкви и закладка знаменитого собора в Московском Кремле в честь Успения Пресвятой Богородицы. Память перенесения мощей святителя 6 сентября. А икона следующего святого есть в каждом греческом храме и в каждой православной греческой семье. Это равноапостольный Косьма Италийский, живший в XVIII веке и ходивший с проповедью о Христе в Константинополе и его окрестностях. Он был убит турками в 1779 году. Память его совершается 6 сентября. А 7 сентября в 1812 году состоялось Бородинское сражение. Шесть часов русские войска отбивали ожесточенные атаки противника. Император Наполеон вспоминал, «Из всех моих сражений самое ужасное то, что я дал под Москвой». Французы показали себя в нем достойными одержать победу, а русские называться непобедимыми. После него русская армия отступила, но сохранила боеспособность, чтобы потом с новыми силами уже окончательно разгромить врага. День Бородинского сражения отмечен праздником – Днем воинской славы России. Значимые дни для русской истории и культуры приходятся на начало сентября. И день воинской славы России, и память Анастасии Ивановны Цветаевой. Надо сказать, что сегодня ее литературные воспоминания – это образец высокой русской литературы. Вот ее сестру Марину знают как гениального поэта. А Анастасия Цветаева – не менее гениальный прозаик. Живая стилистика речи, образность и красочность – все это лишь общие фразы по сравнению с тем, каким живым языком писала Анастасия Ивановна. Мы уже не раз поднимали тему чистоты русского языка. И тем не менее, в начале нового учебного года уместно вспомнить ее еще раз. Отец Василий, вот скажите, пожалуйста, сегодня в календаре мы вспоминали имя Косьмы Италийского. Я знаю, что вы учились в Греции, и это имя одного из любимого нашего святого греческого. Расскажите, пожалуйста, Аню. Это святой 18 века, священномучник. То есть он пострадал при турках и был убит турком, повешен на дерево за то, что исповедовал православную веру, был священником, кроме этого он был еще и миссионером. Известное пророчество о будущем как русского государства, так и в этой связи будущем греков. Вот есть одно из пророчеств, в котором он говорит, что русские возьмут Константинополь. Кстати, это даже чуть не исполнилось один раз. Во время одной из турецких войн русские подошли очень близко, вплотную к Константинополю. Уже был виден сам город. Как мы уже говорили, в этом новом сезоне в нашей программе будет много новых рубрик. Выйдет авторская программа у Марины Улыбышевой. Это встречи в студии с интересными людьми, где будут затронуты самые разные вопросы, касающиеся тем путешествия, путевой прозы, ну и так далее. Мы предлагаем вам небольшой фрагмент этой программы. Я считаю путевую прозу самым первым родом литературы вообще. Ну, то есть, вот представьте, какой-нибудь первобытный костер. Собрались люди после охоты. О чем они будут говорить друг с другом? Где кто был и что где кто повидал? Вот это и есть путевая проза, рождение путевой прозы. Путевая проза Наши авторы подготовили много материалов. Например, у Марины Богомоловой выйдет программа о художнике-мультипликаторе Станиславе Подивилове. Он автор известного мультфильма «Пересвет и ослябе». А готовится этот материал потому, что в сентябре мы будем отмечать годовщину Куликовского сражения. Оказывается, богатыри не делали сильно резких движений, потому что кинематика движения совершенно другая. И мне это помогло в работе над фильмом. Наталья Тереховская, автор документальных работ, подготовила фильм о чудесном спасении нашего современника при взрыве крейсера Новороссийск в 1955 году. Ну а кто этот человек, узнаете из ее фильма, который выйдет также в сентябре. И вот иду домой, и вдруг вижу, в октябре месяце, вижу, что ко мне бежит та девочка, которую я видел 4 года назад под кораблем. Представляете как? Вот все точно. Вот прям, ну и положение, движение, одежда, все абсолютно точно. Вот как после этого не верить в Господа Бога. И еще. В рамках родного образа выйдет программа, которая будет называться «О музыке и не только». И первый выпуск будет посвящен истории и культуры Венеции 17 века и биографии Антонио Вивальди. Отец Васильев, ну вот наши зрители могут спросить, при чем же тут наша программа и имя Антонио Вивальди? С именем Вивальди всегда были связаны небылицы домыслов, а вот каким он был на самом деле человеком, мало кому известно. Но я скажу лишь один факт. Антонио Вивальди был священником и все свои известные шедевры написал для приюта сирот. Давайте мы посмотрим небольшой фрагмент этой программы. Он обнаружил цифрованный бас и два фрагмента мелодии с протяженностью всего лишь в шесть тактов. Мы сейчас вам исполним эти шесть тактов. Субтитры создавал DimaTorzok Добавим, что эта программа довольно серьезный проект, так как подобные записи с участием живого оркестра в студии требует большого профессионализма, как от самих музыкантов, так и от сотрудников телерадиокомпании. Поэтому мы рады, что для всех это оказалось по силам. Отец Василий, я вот знаю, что мать Антонио Вивальди с самого рождения сына мечтала о том, чтобы сын пошел по духовной стезе. Действительно, очень многое начинается с детства, и поэтому тема воспитания детей в духовно-нравственном аспекте не имеет каникул. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент встречи Архимандрита Милахиседека с детьми в летнем лагере Оптиной пустыни. Аптиной пустыни Так, давайте теперь, как у этого, кратенько. Да, у меня есть бабушка, она ходит в храм Петра и Павла рядом с Битцевским парком. Так, ясно. Ну что ты про бабушки-сясики-то рассказываешь? Ну и дальше что? Вопрос, вопрос, вопрос. Вопрос такой. Это правда, что когда вам писали письма, невозможно написать фамилию, и некоторые вам написали отцу Мерседесу и отцу Мелка-Задеку. Дело в том, дело в том, что есть 48 вариантов интерпретации моего имени. Одно из последних, ты прав, было такое, значит, там просили дорогой батюшка-отец, Мелхи-тире из большой буквы Задек. Хотели вам задать следующий вопрос. В общем, я иногда бываю даже Задеком. Ну вопрос в чем, ну было такое. Было. Дело в том, что при монашеском постыге, при монашеском постыге, то или иное имя, то или иное имя, зависит не от человека, а зависит от его духовного наставника, кто совершает рождение монаха для вечности. Так же, как ребенок, ребенок не выбирает своего имени, а ребенку имя дают родители. Иногда, иногда, есть такой обычай, он был до революции. Монашеское имя давали на первое, на первую букву мирского имени. И в 90% наших оптинских старцев это все совпадает. Отец Иосиф был отец, в смысле, его звали Иваном. Отец Никон был Николаем. Отец Амвросий был Александром. Отец Лев был Леонидом. Не совпадает только у старца в Арсенофе, которого в миру звали как? Раз. О, даже разы. Все правильно. Павлом. Вот, это зависит все, так сказать, это зависит от Аучека, кто дает это имя. Вы говорили, что вот лучше всего, когда много детей бывает. Вот, вот я хотела рассказать одну историю, в общем, здесь подруга просто гуляем, вот, встаем где-то там в околке и видим такое зрелище. Вот, просто обычная машина, не прицепленная телега. Выбегает из подъезда 16 детей, вот. Телега? Да. Машина с телегой? Не, не, не машинки. Это что? Прицеп. А, прицеп. Так. Вот. Так. Я, значит, выбегает из подъезда там 13 детей. 16. И 3 взрослых, 16. 13. Трое, выходят родители двое, трое держат на руках. Вот. Три бегают там где-то около, побежали где-то на площадку. Три бегают около машины. В общем, вытаскивают вещи. Было видно, что они приезжают на дачу. Вот. И все подвигают как бы маме и говорят, мама, можно я туда-то пойду? Мама, можно я туда? Да, можно я в машину залезу? В общем, все сели там на телегу. Ну, на крицепы. Некоторые сели в газель, некоторые сели в машину. Кто как помещается. А уже неплохо. Машину, газель и телега. Уже три транспортных средства. А я сейчас приговорим, и там микроавтобус там, так сказать. Вот. Все сели и поехали. Потом я маме это все рассказала, она говорит, в общем, эти дети, как можно сказать, у них пятеро все свои. Остальных они взяли из детдома. Почему они брали их из детдома? Потому что, во-первых, они жалились над ними. Во-вторых, не было само удивительно, что они живут в двухкомнатной квартире, и все помещаются, все 16 детей с родителями, двумя, все в две комнаты как-то помещаются. помещаются. Здесь 16. И третья причина была, почему они взяли их из детдома, потому что они хотели себе больше потомства, хотели, чтобы их семья развивалась, они хотели, чтобы некоторые дети страдали в детдоме. Не страдали? Да. Ну что, замечательная история, да. Дело в том, что мне приходится много общаться с многодетными семьями, и вот многие женщины, многие женщины рассказывают, что тяжело, тяжело, и непривычно, непривычно. Первые три ребенка, первые три ребенка, когда появляется четвертый, когда появляется четвертый, то происходит какая-то саморегуляция в семье. То есть после четвертого уже количество почти не влияет на процессы происходя... На качество, да. Почти-почти-почти не влияет. Тяжело первые три, а потом уже, так сказать, потом это уже привычка. Однажды приходит один, так сказать, этот атеист, спорит с верующим человеком. Ванин говорит, слушай, ну вот представляешь, ну вот как ты докажешь, что Бог есть? Ну чудеса, потому что есть. Ну хорошо, ну ты как у чудо, хоть расскажи. Ну смотри, у нас был в деревне звонарь, вот, но он немножко там, вот, увлекался спиртным, вот, особенно по праздникам. Вот, залез однажды на колокольню, колокольню 20 метров, потом свалился, вот, ребро-тва-кодно сломал. Вот, что это такое? Ну это, говорит, случайность. Вот, но потом еще три года, через три года спустя забрался на колокольницу, свалился, это как одно ребро сломал. Это что такое? Ну и живой остался, ну 20 метров там, в репешку, там, шестой этаж. Он говорит, это, говорит, в первом случае он сказал, это, говорит, случайность. Ну а второе, что это было? Второе, ну это совпадение. Ну смотри, говорит, а еще четыре года прошло, опять залез на колокольню, так сказать, это как у, свалился с колокольни, так сказать, живой остался, мизинь, мизинь столько палец, это как сама. А это что такое? Раз не чудо? Нет. А что это такое? Это уже привычка. У меня есть подружка, она атеист. Так. И она такую загадку спросила, может ли Бог создать такой камень, который сам не сможет поднять? Это не она спросила. Ну ты ответил, надеюсь? Ну как бы я могу ответить. А можно я отвечу? Да, ну то громко, ты оттуда. Да, что Господь уже создал такого? Такой камень, смотри. Но кто-то из этих сказал, он не может заставить его любить. Он его создал по любви, но не хочет и не может заставить его любить. А кстати, про Юрия Алексеевича Гагарина. Вы не все знаете, потому что вы не того периода времени, а я как раз родился на второй год, после того, как запустили Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Однажды Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос. Тогда секретарем Коммунистической партии Советского Союза и главой государства был Никита Сергеевич Хрущев. Он им говорит, Юрка, а Юрка, ты в космос летал? Летал. А Бог видел? Видел. Слушай, я тебя умоляю, ради Бога, никому в этом не говори. Пашла такая легенда, пошла такая легенда, что начали использовать в атеистической пропаганде, что якобы Юрий Алексеевич Гагарин сказал, что он летал в космос, а Бога не видел. Однажды из гимназии Радонеж вызывают мальчика одного, ставят его перед всем классом, а он был верующий, а тогда времена были неверующие, и говорят, слушай, Сережа, ну ты Юрий Алексеевич Гагарин летал в космос, а Бога никакого не видел. Вот ты что перед всем с классом? Как ты это объяснишь? Что ты скажешь? А мальчик вспомнил слова Евангелия, в котором говорилось, когда вы будете ведомы перед царями и правителями за имя мое, не поучайтесь заранее, что вам сказать или что ответит, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не смогут противиться все противляющиеся вам. Вспомните слова. Мысленно присчитал маэту отчинаш и отвечает, а знаете, Людмила Сергеевна, почему Юрий Алексеевич Гагарин Бога не видел? Нет, не знаем. А потому что он очень низко летал. Однажды секретарь коммунистической организации Казахстана вызвал митрополита Иосифа Казахстанского и приказал ему, чтобы во время воскресной проповеди он рассказал о достижениях советского государства и советского народа, что Юрий Алексеевич Гагарин в космос летал, а Бога не видел. И митрополит едет в машине ужасно расстроенный, сам был фронтовиком, мужественным человеком с орденами и понимает, что если он так не скажет, то его могут лишить священного сана. А сказать он так не может. И шофер, который тоже был у него фронтовиком, оборачиваясь и говорит, Владыка, и неужели вы это скажете? Я говорю, он был мрачнее тучи, этот митрополит. Наступил воскресный день, прочитали Евангелие, выходит митрополит на проповедь и говорит, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, возлюблено Господи, братья и сестры. Вы все, наверное, слышали о достижениях нашего великого умнейшего народа и так далее и тому подобное. Что в конце концов мы преодолели воздушное пространство и вышли в космос. И вы знаете, что когда вернулся наш первый российский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, у него спросили, а Богу он видел или нет? Он ответил. что Бога он не видел. Там стояли офицеры КГБ, которые записывали на диктофон эту проповедь и они расплылись в умилительной улыбке, что он выполнил, митрополит, задание партии и правительства. А митрополит повторил. А у народа прошел ропот, прошла волна недоумения по лицам людей. Неужели епископ, митрополит, священник говорит такие слова и он повторил. Когда у него спросили, видел он Бога или не видел, он ответил, что Бога он не видел. а Бог его видел и благословил. Вот так не поучаетесь, что вам сказать или что вам ответить. Я дам вам уста и прямудость, которые не смогут противиться все противляющиеся вам. Вы говорили то, что врет значит не любит. Но бывает же ложь ради любви или ложь во благо. Допустим, родители врут ребенка, но во благо, чтобы ему потом было лучше. Пример приведи. И что ты считаешь, что это правильно? Или допустим, ложь ради любви. У меня бабушка лежала в больнице с приступом, с сердечным приступом. И за время того, когда она лежала в больнице, умер дедушка. Честно. И ей сказали. И когда она спрашивала, как себя чувствует дедушка, то ей говорили, что все хорошо, чтобы она не плакала. Вообще, это житейская путаница, которая ни к чему, так сказать, бабушка все равно рано или поздно пришлось бы умереть. И что ты думаешь, она лучше? Что она умирала с таким, так сказать, с таким обманом, когда он, если бы он умер, она бы включила свою, так сказать, молитву о нем и о его судьбе. А вот так, так сказать, всеобщая была ложь и вранье. А она-то все равно, так сказать, не вечная. Ну, потом она уже считает. Слышит. Ну, совершенно верно. А для чего был так-то вот этот кукольный спектакль, разыгранный до этого? Чтобы она не умерла. А кто сказал, чтобы она, от этих слов она бы умерла? Под горе. А кто это сказал, чтобы вот вы, врачи? Так, дело в том, что никогда такого раньше в врачебной практике не было. Никогда такого раньше в врачебной практике не было. Мало того, мало того, на свои 50 лет я был в Святой Земле, Святой Земле, и мы возвращались на самолете. Час пролетев в самолете, час пролетев в самолете, нам объявляют в самолете, что у нас, прямо на борту самолета объявили, что у нас неполадки с компьютером, бортовым. Мы вынуждены развернуться и сесть в Тель-Авиве, заменить компьютер, и мы потом опять вылетим в Москву. До этого весь салон, который сидел, там было 180 человек, так сказать, разговоры туда-сюда, кто-то там что-то выпивал, кто-то разговаривал. Моментальная гробовая тишина, и я увидел, что люди ушли в себя, и мы это объявили. Мы летим с другом, мы летали туда по поводу строительства храма, потому что там делали мрамор для нашей часовни, гроба Господня. Я про себя говорю, слушаю, а зачем нам это сказали? Нас бы сейчас посадили бы, а когда посадили, когда посадили, тогда бы нам сказали, что мы приземлились не в Москве, а приземлились в Тель-Авиве, потому что у нас были проблемы, были проблемы, а вы нам об этом не сказали. А он говорит, а это такой закон, а это такой закон. Мало того, я и многие люди, многие люди, там начали реально в этой ситуации, в этой ситуации молиться. Молиться. И может быть, мы долетели не на вранье, а на молитвах. Не на вранье, а на молитвах. И мы долетели, и мы сели. И я подумал, вот у нас бы, у нас, если бы это было в нашей стране, у нас бы ничего не сказали. Мало того, сказали, Леша, какой там неполадка? Давай, жми на гашетку. Соляркой заправили, ты что, обратно, сжечь солярку обратно? Давай, дотягивай, как-нибудь там доберемся. Нет, сказали. Поэтому я категорически, категорически, особенно в этих врачебных вопросах против вранья. Мало того, у человека на рентгене, на рентгене видят рак и говорят, вы знаете, у вас тут, так сказать, чего-то там, так неполадочки, туда-сюда. Это абсолютно, абсолютно безбожное, безбожное, абсолютно, так сказать, неверное отношение к жизни, к своей и чужому человеку. Абсолютное. Мало того, он идет к яме, он идет к яме, а эту яму закидывают розами. Человек наступает на розы, а оказывается под этими розами угли. А почему сразу не сказать, ты идешь к углям, может быть, остановиться, может быть, подумать. Старец Паисе говорил, рак не дурак, он знает, кого выбирать. Потому что рак это та болезнь, которая дает человеку возможность одуматься. Она продолжительная, потому что есть время подумать. И кто-то сказал, маленькой бедой Бог избавляет нас от большей. Есть Блес Паскаль, был такой знаменитый философ и математик, Блес Паскаль, у нас даже есть закон такой Паскаль в физике, он говорил, если бы Бог по временам нас не укладывал на лопатки, нам бы некогда было посмотреть на небо. У человека серьезный болезнь, рак. А он говорит, у вас, знаешь, у вас язва желудка, человек, а, язва желудка, ну, тогда буду пить, курить, курить и веселиться. У вас рак. Рак? Тогда надо подумать. Подумать о своей жизни, подумать о своей родне, подумать о своих врагах, о непримиренных ситуациях, о непрощенных обидах, надо тогда об этом подумать. Так что, так сказать, это мировоззрение нашего безбожного воспитания, потому что, потому что мы читаем страшные слова в Евангелии, вы отца вашего дьявола есть, и похоти отца вашего хочете творить, ибо он не стоит в истине, и истины нет в нем, потому что, когда он говорит ложь, говорит от своих, потому что он есть ложь и отец лжи. В Евангелии нет никакой лжи во спасение, нет лжи, так сказать, это маленькое, большой. Есть такое выражение, которое ссылается в священном писании, ссылается на псалтии, и говорится так, так сказать, что да вы что, а есть в священном писании такие слова, ложь, конь во спасение, ложь, конь во спасение, и делают тире, ложь, тире, конь во спасение, ничего подобного. Ложь несуществительная, а краткая прилагательная. Лжив конь для спасения. То есть нет надежды в спасении на коня. Ложь несуществительная в данном случае в псалтире, а краткая прилагательная. Ложь конь для спасения. Лжив конь для спасения. А это подхватили и сделали ложь, поставили мягкий знак, получилось существительное. И поставили тире. Ложь конь для спасения. Ничего себе. Так что это совершенно неправильное устроение. Есть такое положение. Горькая правда. А кто сказал, что лекарство бывает сладкое? Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Человек сможет, сможет. Что-то со своей душой сделать. Какой-то шанс будет. Чем припудривать. Да все нормально. Человек живет как будто нормально. А на самом деле оказалось глубоко ненормально и трагично. В России, значит, были муж и жена. Значит, был Новый год. И перед этим Новым годом жена ходила постоянно по магазинам и подбирала подарок своему мужу. А у них в семье было два больших сокровища. Во-первых, это волосы жены, такая до колен, то есть, да, каштанового цвета. Вообще. И, значит, она ходила по магазинам, у нее было очень мало денег. И, значит, она пошла в магазин и сказала, покупайте волосы. Они сказали, покупаем. И она, значит, продала свои волосы. Да. И их отрезали. Она на деньги, выкуплена за эти волосы, купила мужу цепочку для его часов, которые тоже были большой драгоценностью. Потому что он их начал на каком-то драном таком ремешке. Потом она пришла домой и их спрятала. А потом пришел муж. И он, значит, был в таком недоразумении, что она свои волосы отреживала. Ведь это же, как бы, их какое-нибудь недоразумение. И он, значит, потом выложил свой подарок. Который он приготовил? Да. И что же это оказалось? Это оказался набор для заплетения как раз волос. Она была очень счастлива, потому что она, как бы, давно на него глаз положила. А потом она ему показала свой подарок. Он говорит, знаешь, по-моему, нам надо все свои подарки отложить, потому что свои часы я продал, чтобы купить тебе подарок. То есть, по-моему, счастье между мужем и женой, когда муж и жена готовы ради друг друга продать самое драгоценное. Ну, продать или отдать последнее. Кстати, друзья, вы смотрели фильм «Судьба человека», где играет знаменитейший, великолепнейший актер, которого фамилия была Бондарчук, а звали его? Федор. Сергей. Сергей. Нет, Федор – это его сын. Сергей Бондарчук. «Судьба человека». Когда он, говорит, его вызвали в концлагере, в концлагере его вызвали, что-то сказать, ты будешь, на нас работать не буду? Он говорит, я работать на вас не буду, прочее, говорит, ну тогда выпей. Вот. Ему наливают этот стакан водки, он один выпил, он говорит, на, закуси, ему хлеб дают. Он говорит, мы, говорит, не закусываем после первой. Потом выпил второй, потом выпил третий. Они такие смотрят, он не закусывает. И ему дали буханку хлеба, буханку хлеба, и дали ему шмоток сала. И вот он идет, шатается, значит, после этого выпитого, приходит в барак, в бараке 100 человек. И там, значит, такой нож, и они делят вот по такому кусочку хлеба и по маленькому кусочку это сало. Я, значит, когда я был маленький, я, когда этот эпизод смотрел, я без слез его смотреть это не мог. То есть на 100 человек разделить эту буханку хлеба и шмоток это как у сала. Человек мог по пути, это в концлагере, человек мог по пути, и все это один съесть. Все, спаси Господи. А это, как в фильме «Судьба человека» на всех. Кстати, слава Богу, что здесь красная икра, и здесь я посчитал ровно 345 икринок. Пускай на всем, что совершаешь ты, проступит след душевной чистоты. Ведь сила не во внешности твоей, а только в человечности твоей. Всем желаем счастья. А в чем счастье? В жизненном пути. В жизненном пути, куда твой долг велит идти. Врагов не знать, преград не мерить, любить, надеяться и верить. Не слышу? Верить! По эгэ всем пятерка. Все так и запишите в дневник. Все. Аминь. Всегда приятно видеть, когда ребенок тяготеет к учебе, берет в руки книгу. Но мне кажется, что сами взрослые далеко не всегда вместе с детьми читают книги. Сегодня читающий ребенок смотрится более привычно, чем взрослый человек с книгой. А жаль. Что читать сегодня? Какие интересные книжные новинки можно приобрести? Узнаем из рубрики «Книгачей». День добрый. Сегодняшние книги мне особенно приятно вам представить, поскольку все они изданы на Калужской земле. Я все ждал, когда мне предоставится возможность сделать выпуск книгачей исключительно на калужском материале. И вот такой день настал. Хотелось бы, чтобы почаще такое происходило. Первое издание из тех, что хотелось бы нынче упомянуть, это очередной выпуск Оптинского альмонаха. Издается этот альмонах с 2007 года, и, как можно понять, в его выпусках собираются материалы, так или иначе посвященные Оптиной пустыне, истории этого выдающегося монастыря, судьбам людей, связанных с Оптинской обителью. В очередном выпуске вы можете найти жизнеописание иеромонаха Даниила Болотова, замечательного русского художника, родственника, первой настоятельницы Казанского шамардинского монастыря, матушки Софии. О Данииле Болотове написал Сергей Нилус. В книге «На берегу Божьей реки» про него вышла отдельная книга. Надеюсь, представить ее вам в одной из ближайших программ. Ну а в Оптинском альмонахе вы можете прочитать об иеромонахе Данииле, как о портретисте и иконописце. Об этом рассказывает Андрей Толмачев. Очень интересный материал Марины Мажаровой «Оптинский старец Амроси» в письмах Константина Николаевича Леонтьева. Кроме того, мне хотелось бы упомянуть две статьи на темы весьма злободневные. Лидия Соколова в работе под заголовком «Катынь. Миф и реальность» рассказывает о пребывании в Оптиной пустыне военнопленных, расстрельных позже под Катынью. А также хотелось бы обратить внимание на коллективную работу «Коллаборационизм духовенства на оккупированных немцами территориях в контексте канонизации святых в Русской Православной Церкви». Очень сложные и важные вопросы поднимаются в этой статье. Особо обратите внимание на ее финал. Впрочем, в свежем выпуске Оптинского альмонаха неинтересных и неважных статей нет. Кроме того, хотелось бы отметить замечательные иллюстрации и высокое качество подготовки материала. Отличный подарок для краеведов и вообще людей, интересующихся калужской историей. И еще одно важное для любителей калужской старины издание мне хотелось бы упомянуть сегодня. Называется книга «Калуга деревянная». Автор ее Александр Днепровский-Арбеляни. Это уже 16-я книга Александра Сергеевича. И она представляет собой собрание прокомментированных автором фотографий лучших образцов деревянного зодчества, которые можно было встретить на калужской земле. Не все они сохранились до наших дней, поэтому фотографии, представленные в книге, особенно ценны. Тем более, что многие из них сделаны до революции. Материал отсортирован по эпохам и стилям. Мне, например, особенно примечательной показалась глава «Модерн в деревне». Никогда бы не задумывался, как это течение отражалось в деревянных постройках. А кроме того, Александр Сергеевич собрал целых 7 листов фотографий деревянных наличников. Сейчас я постараюсь это собрание найти. Вот оно. Все они разобраны по типовым элементам, по стилям. Что для современных архитекторов, буди они захотят построить наконец-то в Калуге что-то в соответствии с местными традициями, будет очень полезно. Напомню, называется она «Калуга деревянная». Автор ее – Александр Днепровский-Арбелиани. Книгу можно найти в калужских магазинах, в частности, в магазине «Кругозор». Я же на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. А хорошие стихи послушаем в рубрике «Любимые строки». Ну вот, оно прошмеляет. А у меня такое ощущение, что это про человека сначала, а уж потом про шмеля. Вот это. И про человеческую судьбу горькую, потому что умирать придется. А вот шмель-то не знает, что он умрет. Ему и лучше. И очень мы близки человек и шмель. Чем-то. Черный бархатный шмель Золотое оплечье, монотонно гудящий, певучий струной. Ты зачем залетаешь в жилье человече, и как будто тоскуешь со мной. За окном свет и зноя, подоконники яркие, безмятежные жарки последние дни. Полетай, погуди, и в засохшей татарке, на подушечке красной усни. Не дано тебе знать человеческой думы, Что давно опустили поля, И что скоро в бурьян вздует ветер угрюмы Золотого сухого шмеля. В июле этого года мы отмечали очень значимую дату. 1025-летие Крещения Руси. В наших выпусках были материалы об интересных встречах, Которые проходили у нас в городе. Проезжали люди из разных стран, Потомки русской эмиграции, Которые зачастую берегут русскую культуру более трепетно, Чем мы, живущие здесь. А еще нам удалось пригласить в Калугу Известного археолога Сергея Беляева И поговорить о Херсонесе и его раскопках. Сергей Алексеевич много лет возглавлял Археологическую экспедицию Академии наук в Херсонесе. Нужно добавить, что мы записали сразу Несколько программ Сергеевым Алексеевичем Беляевым. Они будут касаться самых различных тем. Это и захоронение царской семьи, И обретение мощей святого преподобного Максима Грека. Но и не только. Давайте посмотрим первую программу. Субтитры создавал DimaTorzok Нынешний год юбилейный. Мы празднуем 1025-летие Крещения Руси, Поэтому пригласили вас к нам в Калугу Для того, чтобы немножко расспросить О этом событии, великом событии для истории нашей Церкви О Крещении Руси, О Крещении Князя Владимира. Вы, как человек, который проводил долгое время раскопки в Херсонесе, Наверное, можете намного интересного рассказать. Я в течение 15 лет руководил Херсонесской экспедицией Академией НОК СССР, Но археологическое исследование Херсонеса Херсонеса я занимаюсь уже около 50 лет, И начиная с 1958 года. И скажу честно, что не сразу я понял, Что самое главное, чем Херсонес вошел в мировую историю, Это крещение в нем князя Владимира. В Херсонесе происходило очень много знаменательных событий, Здесь были в ссылке и римские папы, и александрийские патриархи, Были императоры в ссылке. В те далекие от нас времена действовал принцип такой, Какой веры князь, какой веры правители данного народа, данной страны, Такой веры должны придерживаться и все, и весь народ, и все его подданы. Ну, известный принцип еще по истории, чья земля того и вера. Да, чья земля того и вера. И поэтому, если мы возьмем в целом это повествование о крещении Руси, То вопрос о выборе веры князя Владимира, о его крещении, Он занимает примерно 85-90% по объему всего. И это потому, что именно этому придавалось основное значение. Произошло крещение у нас в Херсонесе. Да, крещение произошло в Херсонесе, и об этом... Это по редкости это Корсунь, да? Да, значит, Херсонес это название греческое, В переводе греческого языка на русский, на славянский означает полуостров, А Корсунь это славянский вариант греческого слова Херсонес, И во всех древнерусских текстах Херсонес называется Корсунь. То же как Салоники, да, Фессалоники. Да, Фессалоники. И вот тут впервые по повести временных лет возникает вопрос О женибе князя Владимира на Анне. И повесть временных лет сообщает, что князь Владимир, взяв Херсонес, Отправил византийскому императору посольство с запиской, Что если вы, да, с просьбой выдать Анну, Что если вы мне Анну не выдадите, не выдадите, Что я поступлю с Константинополем так же, как с Херсонесом. А была ли эта угроза реальная в устах князя Владимира? А вы знаете, судить трудно, если учитывать общеполитическую ситуацию, И то, что Византийская империя, Византийский император, Восилий Второй, перенес два восстания, Очень крупных военачальников, Думаю, что его положение было не очень крепким, И войско самое главное, Но это уже вопрос особый. Ну, по крайней мере, это да, угроза была все-таки действительно действенная. Да, то есть она могла иметь реальную силу. И тогда Василий Второй стал уговаривать Анну, Та была в слезах. Но все-таки было поставлено условие, Чтобы князь Владимир принял христианство, Принял православие. И только при этом условии Византийский император Согласился выдать свою сестру За князя Владимира. Было отправлено большое посольство в Херсонес Со священниками, С большим количеством священников И сановников. И вот наступил этот момент. Раскопки Херсонеса начались Военными моряками в 20-е годы 19-го века. И одной из главных целей этих раскопок Было найти как раз Место крещения князя Владимира. Об этом командующий Портами и флотом на Черном море Адмирал Грейк Накладывал государю-императору Сначала Александру Первому, А потом Николаю Первому. То есть фактически севастопольские моряки Первыми начали раскопки Да, и они произошли в 1827 году И руководил ими капитан-лейтенант Крузе По приказанию командующего флотом Адмирала Грейка. Тогда же было раскопано три храма. Один более-менее в центре И два вроде на периферии. И вот тут-то то, что называется, И произошло некоторое смущение. Потому что в повести временных лет Тот храм, в котором князь Владимир Принял святое крещение Обозначен как стоящий посреди Града и держа торг Деют корсунени. То есть на торговой площади, да? То есть слово посреди Воспринималось как посередине. То есть в центре города. И тогда один из найденных В 1827 году храмов, Который более-менее в центре, Был принят именно за тот храм. Но случилось это следующим образом. В 1834 году Херсонес посетил Одесский археолог Николай Николаевич Мурзакевич. В последующие годы Он опубликовал отчет о своих поездках И описывая эти храмы И в частности храм Более-менее в центре расположенный Он там такую фразу допустил Не здесь ли крестился князь Владимир? И поставил знак вопроса. При последующей интерпретации Знак вопроса исчез И получилось, что здесь крестился князь Владимир. Ну и на этом месте построили собор, Который сейчас стоит. Но собор построен... Собор, нынешний собор... Нынешний собор... Владимирский, да? Да, как символ. Он больше воспринимался... Он восстановлен теперь. Да, восстановлен как символ Крещения в Херсонесе князя Владимировна Не как указание на реальное место. Было установлено, что слово по среде Имеет изначально совсем другой смысл. Очень много текстов есть на этот счет По-древнерусских, но поскольку здесь идет речь О церковных древностях, То я в доказательство привожу только два текста. Во-первых, это многочисленные тексты Из святых Евангелий, Где очень часто говорится, Что спаситель находился посреди учеников своих. Была группа апостолов, И внутри этой группы, справа, слева, Но совсем не в таком геометрическом центре, Среди них находился спаситель. Применительно к Херсонесу, Применительно к поиску церкви, Это означает, что церковь находилась внутри Стенок города. Внутри стен. Внутри города. Да. А где именно, вот как определить? Вот. А здесь, Отец Василий, уже Нужно знать литургику. Так. Интересно. Дело в том, что Вплоть до очень позднего времени Право совершать таинство крещения, И тем более миропомазание, Это, кстати, и в католической церкви до сих пор относится, И сохранилось право совершать миропомазание, Имея только епископ. То есть, на конец X века у нас крещение в Херсонесе мог совершать только епископ. Только епископ. И не только в Херсонесе, но и по всему православному миру. Тогда в церковь некрещенные люди не могли входить. И поэтому, начиная с треть, еще середина третьего века, Чин совершения таинства крещения и таинства миропомазания Совершался в особых помещениях, Которые по-гречески, по-латине называются ваптистериями, На славянском и русском языке называется крещение. И вот в Херсонесе имеется один храм В археологической, в исторической литературе, Известном как Уваровского базилика, Открыто фермиографом Уваровым. Я установил, что этот храм был посвящен апостолу Петру. И вот это единственный храм в Херсонесе из-за, При котором имеется баптистерия. Значит, этот храм и был. И был храм, да. И в баптистерии только один, поскольку был один епископ, И раскопано в Херсонесе довольно много. Ну, во-первых, это самый большой храм в Херсонесе, Его длина 120 метров вместе с атриумом. Площадь 120 метров, да? Это длина. Длина 120 метров? Да, вместе с атриумом. Это базилика была? Да. Это грандиозно был храм. Да. Это даже по-другому, что-то в Херсонесе. Это длина 120 метров. Да, это длина с константинопольскими и римскими базиликами. И только при нем имеется крещание. Так вот, с учетом всех этих обстоятельств, Во-первых, слово посреди, что это. И, во-вторых, с учетом этих литургических особенностей, И с учетом того, что этот храм раскопан полностью за многие годы, Можно точно утверждать, что крещение князя Владимира Было именно в баптистерии, при кафедральном храме в Уваровской базилике, И что в самом храме происходило венчание, Что очень часто забывают, Венчание князя Владимира с принцессой Анной. Купель сохранилась. Она состояла по вертикали из двух частей. Часть вырублена в скале. Вверху были мраморные плиты. Очень хорошо это передано на картине Воснецова В Владимирском соборе. На дне был крест. Все это было выложено мрамором. Но мрамора нет. И мы, когда снимали этот крест, Который сохранился в вырубленной в скале, Мы, поскольку снимки делались в мае, Мы выложили маками. Очень красиво получилось. Теперь, после совершения таинственного крещения, Это было Великую Субботу, князь Владимир. Даже Великую Субботу. Да. Это 88-й год, да? Да, 88-й год. И в этот день другие торжественные процессы новокрещенных Шла из крещения в кафедральный храм. Вот реконструкция такая, да? Да. Но из этого, отец Василий, возник пасхальный крестный ход. Сергей Алексеевич, куда после крещения направился князь Владимир Со своей новой женой? А, после этого, после крещения в Херсонесе, князь... Да, сначала в Херсонесе крестилась дружина. Дружина крестилась прямо там? В Херсонесе, да. В карантинной бухте. Это место известно всего. Значит, сделали исключение для дружины, крестили их не в Великую Субботу? Так, а их было несколько сот. Это... Ну, так же, как и потом... Потом направился в Киев. И как следствие того, что правитель страны стал христианином, стал православным. И, соответственно, народ тоже. И поскольку там тоже были тысячи, то, конечно, и храмов не было. Ну, по-моему, был или и пророк? Был один, но, может быть, еще было. Но все-таки согласитесь, что... Ну, конечно, такой город. Вот, в водах Днепра, тем более, что... Не мне вам говорить, но... Всегда, испокон веков, и сейчас... Было освящение вод и орданских в каждой реке, в каждом водоеме. Так что вода освящалась. И здесь, я уверен, что вода была... Воды Днепра были освящены. Освящены и в них крестили. Мне здесь в жизни очень повезло, потому что по университетскому образованию я археолог. То есть я владею всей методикой самостоятельного археологического... Исследования археологических памятников. По аспирантуре я источниковед. То есть владею также анализом письменных источников. И вот для меня херсонец всегда живой. И вот тот рассказ, который я вам представил, это соединение камней с письменными источниками и в их неразрывном единстве. Потому что... Это история в камнях. Да. То есть камни, они в себе несут живую историю. И надо только... Так же, как маленьких детей учат буквам, и только после этого они начинают понемногу читать. Точно так же здесь и историк должен научиться читать камни и соединять вот это всё. Спасибо. Спасибо, Василий Алексеевич. Да, очень интересный рассказ. Субтитры создавал DimaTorzok Ну а на этом пока всё. Подошла к концу первая программа с сентября. Оставайтесь с нами, смотрите «Родной образ» на телеканале Ника. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok